Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Станислав Тетерятник и Дарья Белова. Далее о наиболее заметных темах выпуска. Проскочил мимо меня никто не проскочит. Дорожная авария парализовала движение на одном из самых оживленных магистралей краевой столицы. Кто встанет у руля? Партийное большинство выдвинуло кандидатуры на посты глав трех городов Алтайского края. Не надо футбола и машин. В Барнауле прошел турнир по бально-спортивным танцам для любительских пар. Если бы мы не посмотрели полчаса телевизор, это нас не огорчило. Из-за невнимательности повредил три машины и два столба. В Барнауле произошла авария, последствия которой лишь по счастливой случайности оказались минимальны. ДТП произошло на одном из оживленных перекрестков города – Павловский тракт улицы Бабуркина. ВАЗ-12 модели столкнулся с пассажирским автобусом, который вынесло с проезжей части и машину откинул еще и настоящий автомобиль. Хотя на съемке видеорегистратора видно, что на встречной полосе горит красный сигнал светофора, на этом перекрестке он устроен так, что с обратной его стороны зеленый свет. Сотрудники ГИБДД установили правила дорожного движения, нарушили проехал на запрещающий сигнал ВАЗ-2112. К счастью, в такой аварии все остались живы. Особенно повезло пешеходу, которого едва не задел летящий автобус. За медицинской помощью обратился только пассажир автобуса. 29-летний мужчина получил поверхностную рану головы. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Кроме трех машин, на товаре пострадали два столба. Один с пешеходным светофором, другой с дорожным знаком. Продолжаем выпуск. Главами трех городов Алтайского края, Камня, Рубцовска и Барнаула станут два мужчины и одна женщина. Это еще не стопроцентное решение, но парламентское большинство уже утвердило конкретные имена. Накануне вечером состоялась конференция Единой России. Так кто же они, новые или давно знакомые всем лицам, расскажет Лариса Куренкова. Судьба будущего парламента, главного рупора законодательной власти Барнаула и еще двух городов края, Камня и Рубцовска, решалась почти три часа. Интригу, особенно что касается столицы, сохраняли до финала партийной конференции. В последние несколько месяцев только и разговоров было. Кто же станет главой Барнаула? На выборах 14 октября завеса лишь слегка приоткрылась. Кандидат на важный пост не иначе предстанет из числа единороссов. В столице края партия взяла добрую половину голосов избирателей по спискам и стопроцентный результат по одномандатным округам. Итоги копания в целом по краю составляют за партию «Единая Россия» 74%. Это лучший показатель за всю историю, 11-летнюю историю партии «Единая Россия» в Алтайском крае. А дальше больше. Итоги выборов только подстегнули к рассуждениям и предположениям. Должность главы города примеряли и на вице-губернаторов Даниила Бессарабова с Борисом Лариным, и даже на градоначальника Игоря Савинцева. Но тройка лидеров обсуждения отказывается от своих мандатов. Их получают Людмила Зубович, Иван Мордовин и Вадим Гражданкин. И только уже из выступления сети-менеджера предполагаемая личность главы стала более очевидной. У нас есть уже сложившаяся совместная работа с депутатами пятого созыва, которую, думу которой возглавляла Зубович Людмила Николаевна. Вот я считаю, что та работа, которая выстроена между нами на сегодняшний день, она оптимальна и плодотворна. Поэтому я лично буду голосовать за Людмилу Николаевну Зубовичу. Ее конкурентом стал Иван Огнев. Голосование было тайным, в нем приняли участие 140 партийцев. Ни один бюллетень на барнаульских выборов кандидата на пост главы не был испорчен. В результате за Людмилу Зубович было отдано 119 голосов. Второй кандидат, Иван Огнев, получил симпатии 21 избирателя. Конечно, хочется работать, хочется сделать как можно больше, потому что планов очень много. И прежде всего, оправдать доверие наших избирателей. Полномочия Людмилы Николаевны, вероятнее всего, будут продлены на Ноябрьской думе уже шестого созыва. Говорят, утверждение этой кандидатуры всего лишь формальность. Ведь большинство парламентариев, 32 человека, представители партии «Единая Россия». К тому же, 15 депутатов известны по прежнему думскому созыву. Ну а главами Камня и Рубцовска, видимо, станут мужчины. Два Александра Кулик и Никоненко соответственно. Их кандидатуры также будут утверждены на ближайшей сессии. Бориса Куренкова, Андрей Печоркин. Наши новости. К другим новостям. В селе Верхкатунское Бийского района начато строительство крупного объекта. По планам, через год с небольшим в свои двери распахнет новое современное образовательное учреждение. Подробности у Николая Тихонова. В селе Верхкатунское Бийского района начато строительство долгожданного объекта. Средние общеобразовательные школы на 260 учащихся. Как уверяют специалисты, все работы будут завершены в срок. В январе 2014 года. В конце сентября был подготовлен котлован для строительства школы. Уже в октябре рабочие трудились над фундаментом. Сейчас он готов на 90%. Исключение составляет лишь несколько будущих помещений новой школы. Здесь работы начнутся со дня на день. По решению губернатора Алтайского края, как только проект был готов на строительство Верхкатунской школы, выделили средства и приступили к строительству новой современной школы. Строительство новой современной школы удовольствие не дешевое. Обойдется в 174 миллиона рублей. Финансирование идет из бюджета трех уровней – федерального, краевого и районного. Доля последнего – 20%. Этот объект уже так как проектировался буквально вот уже в 2008-2009 год шло проектирование, то здесь уже учтены все новые требования, предъявляемые к школе. Основные работы сейчас будут направлены на заливку фундамента под будущим актовым и спортивным залами. Дальше еще серьезнее установка металлоконструкций. Они уже заказаны в объеме 142 тонны. Поставки начнутся в начале ноября. Здесь самое основное – это балка 50 ша, которая поступает из Нижнего Тагила. Срок поставки ее – три недели. И вот в основном у нас на колоннах идет балка 50 ша. Вот как она приходит, сразу изготавливаем колонны и первую часть, вот эту часть, отсюда начинаем монтировать ее. На строительстве школы в Верхкатунском трудятся сразу две подрядные организации. По словам главы района Евгения Якубы, партнеры – они надежные. В крае возвели уже достаточно много объектов, потому подвезти не должны. Кстати, работают строители в любую погоду. У нас для этого существует специальное оборудование, которое идет для прогрева бетона. Это имеется в виду прогревные станции. И здесь объем бетона – это, в принципе, небольшой. Есть антиморазийные добавки, которые применяются при строительстве для бетонов, для растворов. Так что зимой, в принципе, можно все делать. Несмотря на то, что срок на строительство школы установлен в 15 месяцев, в Верхкатунском надеются, что уже в сентябре будущего года в основном здании зазвенит веселый смех школьников. Николай Тихонов, Иван Зяблицкий. Наши новости. А вот в Рубцовске строительство одного из объектов оказалось под вопросом, и в списках он не значится. Дело в том, что в ходе ревизии транспортная прокуратура выявила, Рубцовский гаражный кооператив номер 25 находится на территории земель отвода железной дороги без необходимых на то документов. Ситуация может закончиться полной ликвидацией строений. Несносные гаражи в сюжете Александра Облако. 16 лет назад здесь, на месте так называемого бывшего промывочного тупика, жители близлежащего дома начали строительство своего гаражного кооператива. Он удачно существовал все эти годы, пока транспортная прокуратура им не заинтересовалась. И вот в 2012 году в ходе проверки прокуратуры установлено, что документов каких-либо вообще на гараже нет. Вообще, в принципе, нет ни в одном государственном органе информации о данных строениях. Ни в БТИ, ни в земельном комитете, ни в Росимуществе, нигде. Участник ГСК-25 Алексей Ларионов гараж возводил своими руками. А потому известие, что при отсутствии необходимых документов строение с НИСУ стало для мужчины настоящим шоком. К тому же это был двойной удар, признается Алексей Федорович. Ведь он всю жизнь проработал на железной дороге. Как не обидно? Естественно обидно. Я что, не человек что ли? Ну, закон такой. Вот убрать их все. Кому они мешают? Представитель гаражного кооператива комментирует эту ситуацию следующим образом. Документами они занимаются, причем не первый год. То есть вы оформляли какие-то документы и кому вы их подавали? Конечно, отправляли в Новосибирск, начальнику железной дороги. Это когда было? Восемь лет подряд. Ага. То есть вы пытались несколько раз отправить? Конечно. Впрочем, в транспортной прокуратуре решили пойти навстречу горожанам. Им дали отсрочку для получения всех необходимых документов почти на два года. Между тем проверки на дорогах продолжаются. Александр Облако, Михаил Артемчук. Наши новости. Стас, тебе хоть раз приходилось просыпаться под крики петухов? Ты знаешь, даже для меня это привычно, потому что у нас в поселке и в своих домах люди очень многие держат кур, петухов и другую живность. Ну а теперь представь ситуацию, когда один из районов краевой столицы вынужден не только просыпаться под крики петуха, но и засыпать под блеяние козы. Весь этот зверинец – домашнее хозяйство жительницы частного дома, который стоит по соседству с многоквартирными домами. Соседи в ужасе говорят, мало того, что на всю округу разносится удушливый запах, так еще и от такого фермерства в квартирах появились стаи крыс. Кирилл Политов с места практически боевых действий. Грызут картошку в первую очередь. Вот чины, где мы храним морковь, свеклу. Ну, по крайней мере, морковь сгрызана. Подвал многоквартирника атаковали полчища крыс. Не спасают ни ловушки, ни отрава, ни мышеловки. Такое многочисленное ополчение в более чем полувековой истории здания, говорят местные жители, происходит впервые. Под угрозой запасы на зиму. Любимые блюда грызунов – картошка и морковка. Причем на завтрак, обед и ужин. Я здесь живу 20 лет. То есть, ну да, за последнее, вот, да вот, да буквально за последнее время, не могу сказать, но полгода больше – это точно уже. И зимой, и летом. Ну ладно, летом заготовок не было. Делают люди это на зиму, и все. И вот сейчас мы боимся. Черная кошка перебежала дорогу между некогда дружными соседями около года назад. Теперь проезд канатный напоминает скорее поле спортивных состязаний по перетягиванию одноименного каната. Всему виной, по словам горожан, частный дом, в котором поселилась любительница животных. Сейчас район Барнаула скорее напоминает деревню. Утро с петухами, под ногами навоз. Живет так, как хочет она, не считаясь людьми. Мы просили ее не разводить животных в домашнее хозяйство. Она к этому с полнейшим равнодушием относится. Прошел дождь, все козификали и все, пошли на общую площадку, где играют дети. Курица, петух, несколько десятков кроликов и одна коза. По мнению их владелицы, вся эта ферма нужна ей, чтобы прокормить двоих детей. Да и законом не запрещено на частной территории заниматься домашним хозяйством. Однако перед соседями и правоохранителями ей буквально ежедневно приходится отвечать за свою козу. У нас есть все вет документы, мы стоим на учете в нашей ветеринарии. Никто, значит, люди провели нас по проверкам прокуратура, администрации, роземконтроли. То есть все-все-все возможные инстанции, какие у нас в городе существуют, они были у нас. У меня вот, пожалуйста, обратите внимание, лежат документы, во что превратили жизнь мою соседи, наши соседи. То есть есть документы отовсюду. Пока городская фермерша растит очередную партию кроликов, жильцы вынужденно заводят кошек. Ведь без этих мышеловок в зиму они рискуют остаться без продовольствия. В этом году съедено, грубо сказать, 12 ветер, не считая свеклы и морковки. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Что ж, таким был этот день глазами наших корреспондентов. На очереди новости Бийска и Рубцовска. О зрителе краевой столицы еще смогут увидеть традиционную рубрику четверга. Надежда на чудо и программу «Наше время». Юлия Гадар расскажет о детях, нуждающихся в вашей помощи, а также о том, как сейчас обстоят дела у нашей землячки Ксении Ворониной, находящейся на лечении в Соединенных Штатах Америки. Сохранить свои традиции в другой культурной среде, как живут, развиваются и какие планы строят национальные культурные центры на Алтае, гость программы «Наше время». Сегодня директор Центра армянской культуры Лили Акапиан. Интервью смотрите сразу после наших новостей в 19.35 в Бернаульском эфире. Ну а прямо сейчас Юрий Борлиц представит спортивные новости. А чего нам ждать от природы завтра, узнаем из прогноза погоды. Не пропустите. Телефон редакции 659-129. Ищите нас также на просторах интернета. Ну а мы Дарья Белова. И Станислав Тетерятник. Благодарим вас за внимание. До встречи завтра в это же время. Спонсор рубрики «Барнаульская горэлектросеть». Здравствуйте. Молодежная хоккейная команда «Алтайские беркуты» уступила Челябинскому Метчелу в гостях. Основное и дополнительное время закончились в ничью 1-1. А в серии буллитов наши соперники, увы, были точнее и удачливее. 2-0 по броскам. В Рубцовске ревели моторы самодельных авто. Второе место занял Игорь Хорзов из Барнаула класс D2. Бронзовую награду завоевал там рубцовчанин Константин Полухин. Золото у Владимира Сердюка в классе D2N. Валерий Спольник. Рубцовск первый в классе D2 1600. В командном зачете победил новосибирский автоцентр. Переносимся в атмосферу реверансов. Открыт спортивно-танцевальный сезон турниром «Осенняя фантазия». Здесь мужчины получают удовольствие от танцев, а не от машин с футболом. Их мечты несколько непривычны, но по-своему удивительны. 10 танцев, как у профессионалов. 10 танцев, пока у нас только 3. То есть вы просто любители, да? Да, мы любители. Как часто заниматься приходится? Три занятия. Три тренировки в неделю иногда, индивидуальные занятия. Пары хобби класса удивили своим уровнем подготовки. Сразу ясно, что целый год они не на диване провели свободное время. В этом году уже не смеются над ними. Есть среди любителей даже одна 72-летняя бабушка. Правда, в эти дни она не смогла выступить по состоянию здоровья. Накануне открытого чемпионата России для сильнейших пар Алтайского края домашний турнир, тоже в клубе «Фантазия», что в ДК моторостроителей, послужил такой взлетной площадкой, если угодно. Называть чемпиона всех 27 возрастных групп не совсем то, чем хотелось бы закончить репортаж. Не было и командного зачета. А вот, что не менее важно, призами явились скидки на тур поездки от одного из спонсоров. А закончим мы вот чем. Сын-первенец родился у знаменитого нашего гимнаста Сергея Харахордина. А супруга его как раз занимается профессионально танцами. Спортивную семью с пополнением. Кто знает их телефоны, срочно звоните, поздравляйте. До свидания. Течение времени не остановить. Думаю, каждый захотел бы подсыпать песка в маленькие часики. Ведь порой дорога каждая секунда, каждая песчинка, каждая капелька крови. Донорская кровь второй группы на тропоконцентрат срочно требуется маленькому мальчику, пациенту онкогематологического отделения Артему Лопатину. Мы просим откликнуться мужчин не моложе 20 лет и весом не менее 65 килограммов. Сдать кровь вы можете по адресу Ленина 197, Алтайская краевая станция переливания крови. Время неумолимо и для Третьяковой Насти, села Макаревка. У девочки нейрофиброматоз, рак мозга. Насте всего три года, но опухоль стремительно прогрессирует. За последние два года она увеличилась настолько, что буквально выдавливает глазное яблоко наружу. Анастасия прошла интенсивное лечение и химиотерапии в Алтайской краевой детской больнице. Однако злокачественная опухоль продолжает расти. Помочь девочке вызвались московские врачи. В случае положительного решения Насте предстоит лазерная операция. Однако для того, чтобы пройти полную диагностику, маленькая пациентка вместе с мамой должны отправиться в Москву. Мы звонили на консультацию, нас это берут уже. Беда не приходит одна. Наследственная болезнь коснулась не только дочки, но и мамы. У Натальи тоже опухоль, поэтому работать она не может по состоянию здоровья. Да и возможности найти высокооплачиваемую должность в деревне нет. Нам нужны деньги на поездку в Москву, так как я не работаю, сижу с ребенком дома на инвалидности. На поездку в столицу и проживание требуются деньги. Наталья не может назвать точную сумму, поскольку рада будет любой возможности сопровождать единственного ребенка на лечение. Главное не терять времени, ведь девочка стремительно теряет зрение, а отправиться можно и плацкартным билетом, говорит Наталья. Семья Третьяковых надеется на любую, даже самую маленькую помощь, поскольку лечить Настю нужно как можно раньше. Опухоль мозга не дает возможности ребенку нормально развиваться и расти, а ведь сейчас, в три года, это так необходимо. Мы надеемся на ваш отклик, ведь Барнаул – город добрых сердец. Именно так заявляют волонтеры, помогающие нашей маленькой землячке – Ксюше Ворониной. Я одноклассник Ксюши, хочу, чтобы сильно вернулась Ксюша к нам в класс, и чтобы она быстрее вылечилась, и для этого я сделала собачку. Одноклассники, друзья семьи и просто люди с большим сердцем собрались в 89-й школе, чтобы провести благотворительный концерт. Только благодаря мощной поддержке неравнодушных людей, не опускающих рук, надежда на спасение Ксюши не угасает. У каждого пришедшего своя история и общее дело. Узнала я случайно о Ксении. Ко мне домой пришла газета, которую, в принципе, я не выписываю. Случайно, видимо, так с течением судьбы должно было произойти, чтобы мы узнали эту историю. Напомним, что у школьницы Ксении Ворониной редкий вид рака – саркома мягких тканей. Всего два профессора онкологии в Германии и Америке давали положительный ответ на проведение уникальной операции. Необходимое на лечение сумма казалось неподъемной – более 600 тысяч долларов. Однако, благодаря мощной информационной поддержке, в том числе через сеть интернет, огромное число людей подключилось к сбору средств на спасение девочки. Серия благотворительных марафонов в поддержку Ксюши прошла на Алтае, Москве, сети интернет. Первый был мой марафон 1 июля в «Лесной сказке». Мы пришли туда всей семьей и принесли свои игрушки. Я была в качестве продавца первый раз в своей жизни. Потом подключились мои дети. Мой муж был в Москве 7 июля, а тоже попал на марафон и познакомился лично с Ксюшей. Тогда, конечно, нас эта девочка связала еще больше, тронуло наши сердца. На благотворительном концерте много светлых и улыбающихся лиц. Ведь надежда есть. Единственный шанс на спасение дочери семье Ворониных собирали по крупицам действительно всем миром. Сейчас Ксения вместе с мамой находится в университетской клинике штата Техас на лечении. Ксюшу ожидает операция. А пока новости хорошие. Опухоль реагирует на химиотерапию и уменьшается. Для полного курса лечения и операции в штатах нужно собрать еще 151 тысячу долларов. Сейчас эта сумма уже не кажется волонтерам страшной. Ведь это всего лишь треть от общей первоначальной цифры. Осталось совсем немного. Главное не сдаваться. Мы приходим на марафоны, мы там продаем разные вещи, крутим из шариков, плетем фенечки, выжигаем, делаем разные работы из соленого теста, чтобы собрать побольше денег. Кто сколько даст, конечно же, потому что это же благотворительность, дело добровольное. То есть обязательно должно быть именно это идти от души человека, кто сколько даст. Но сделала я выводы, что все-таки Барнаул является действительно городом добрых сердец. Люди очень добрые, отзывчивые. И спасибо большое всем нашим горожанам-барнаульцам, что мы смогли поднять такую сумму, уже не маленькую. Барнаул действительно поможем вместе. Кто, если не мы, поможет этой девочке, этой светлой, замечательной Ксюшеньке. Чтобы спасти чью-то жизнь, важна каждая мелочь, каждая копейка, порой ненужная и оттягивающая карман. Монетка, как песчинка в море, но собранные вместе, они составляют шанс. Песок на часах чьей-то жизни. Юлия Годар, Александр Морозов, Павел Лаурдин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова